А воскрес ли Христос? Христос воскрес, друзья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Воистину воскрес, отвечаемый нашим и братьям и сестрам. Христос воистину воскрес. А воскрес ли Христос? Где это узнать? Увидеть? Или кто расскажет? Этот вопрос и эта тема были актуальны еще с первого дня воскресения Иисуса Христа из могилы. Посмотрим, что говорит Библия, и люди сегодня говорят про воскресение Иисуса Христа, и сами сделаем вывод. Первые увидели ученики Иисуса Христа и не поняли, что произошло, ведь они не знали, что Он должен воскреснуть. Мария Магдалина осталась у гроба Господнего, и когда ангелы утешили ее, пришел сам Господь к ней первый. Когда Иисус Христос воскрес, к нам на землю пришел Дух Святой, который пребывает с нами вовек. Иногда нам нужно остановиться, помолиться и поразмышлять об Иисусе Христе Господе нашим. Библия о воскрешении. Возьмем Библию и послание евангелиста Иоанна. Вообще Иоанн описывает особенность жизни Иисуса Христа и интересно. Откроем Евангелие от Иоанна 20 главу с первого стиха. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им, унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его. Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый, и наклонившись увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие, и пела, и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащие, но особо свиты на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе, а Мария стояла у гроба и плакала, и когда плакала, наклонилась во гроб, и дальше. Это написано в Евангелии от Иоанна, 20 глава, с 1 по 11 стих. Мария Магдалина. Интересно, что первая ко гробу пришла Мария из Магдалы. Эта женщина с очень интересной судьбой. Успешная женщина. Наверное, у нее был свой бизнес в Магдале, и она была очень известна в своем городе и регионе. И если взять Иоанна, и кому он писал свое послание, то те, кто читал, они понимали, про кого речь. И видно, когда она занималась бизнесом, во времена стресса или нервных нагрузок, она стала одержимой бесами, и они мучили ее. И когда Иисус освободил ее, она была так благодарна ему и так возлюбила, что все остальное время, пока Господь служил на земле, всегда была рядом с ним и служила ему своим имением. И вот Мария Магдалина I пришла к могиле в скале. Было еще темно, и видит, что в помещении никого нет, и идет к Петру. И еще одному ученику и говорит, и они все вместе идут ко гробу. Все трое в этой ситуации не понимали, что происходит, потому что в стихе 9 написано, что они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. То есть они еще не знали, что он воскрес. Они думали, что произошло, где тело Господа. Они проверили, что там его нет, и пошли обратно к себе. Но Мария осталась у гроба и плакала. Друзья, как нам иногда нужно не спешить, а просто остановиться у гроба Господнего. Остановиться, подумать, покаяться, поразмышлять о Христе, что Он сделал для нас. Может поплакать, это тоже нормально. Мария у гроба Господнего. А Мария осталась у гроба и плакала. Читаем дальше, что произошло в стихе с 10. Итак, ученики опять возвратились к себе. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб. И видит двух ангелов в белом одеянии сидящих. Одного у главы, а другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей, «Жена, чего ты плачешь?» Говорит им, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Это Евангелие от Иоанна, 20 глава, стихи с 10 по 13. Мария осталась у гроба. Она стояла у входа в пещеру и наклонилась туда. Она посмотрела в пещеру, где лежал Господь. И увидела ангелов в белом одеянии. И не только увидела, они еще и заговорили с ней. Друзья, может нам с вами просто остановиться в жизни, хоть в этот день Пасхи, когда Христос воистину воскрес, и заглянуть в могилу Христа, поразмышлять над тем, что Он сделал для нас, и для каждого из нас. И может быть, и к нам придут ангелы и утешат, как и Марию Магдалину. Остановиться, помолиться и поразмышлять об Иисусе Христе Господе нашем. Мария Первая рассказала, что воистину воскрес Иисус. И когда говорила с ангелами, к ней пришел Иисус Христос. Почитаем стихи из 14 по 19. Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей, «Жена, чего ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его?» Иисус говорит ей, «Мария!» Она, обратившись, говорит ему, «Равуни!» Что значит «учитель?» Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, «Восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвращает, и возвещает ученикам, что видела Господа, и что Он сказал ей. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собираются ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди, и говорит им, «Мир вам!» Это Евангелие от Иоанна, 20 глава, стихи из 14 по 19. До этого момента, встречи с Иисусом Христом, ученики не понимали воскрешения Иисуса Христа. Ученики, которые были первые у гроба, ушли к себе, но Мария, оставшись, увидела ангелов и Господа Иисуса Христа, который рассказал о своем воскрешении, что Мария пошла и рассказала своим друзьям, апостолам. А после этого пришел и к своим ученикам, и много раз приходил к ним. Но Иисус Христос сейчас с Богом Отцом на небе. Как нам увидеть и узнать, воистину Христос воскрес или нет? Воистину воскрес и в наше время. Когда Господь уходил, Он сказал своим ученикам, что Он не оставит их сиротами. Почитаем, что говорит апостол Иоанн в 14 главе. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и у вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить». Евангелие от Иоанна, 14 глава, стихи 16 по 19. Да, сейчас тем, кто приходит к Богу с искренней молитвой покаяния и веры в Иисуса Христа, в том, что Он сделал на кресте. Он взял наши грехи, проклятия, болезни, нищету, немощи на себя, был наказан и казнен вместо нас на кресте и похоронен. Но Он воскрес на третий день и сейчас сидит одесную Бога на небесах. А нам, кто приходит к Богу с искренней молитвой покаяния, Бог прощает все грехи, освобождает и очищает от всех грехов. Он оправдывает нас, вас, в своих глазах, дает вам свою праведность, называет вас своим детем, наследником и дает, исполняет Духом Святым, о котором говорил Христос. И теперь каждый, кто пришел к Богу с покаянием и верой, имеет Духа Святого. И теперь Дух Господень освящает и ведет этого человека по жизни здесь, на земле. И когда придет время, воскресит его со всеми детьми Божьими и освободит во всей полноте и приведет в Царство Божье. Аминь. Люди, кто живет с Духом Господним. Таких людей много, кто живет с Духом Господним. Они видят в своей жизни многие вещи, о которых говорил Иисус Христос, имеют общение с Духом Святым. Друзья, и нам не нужно верить, что Иисус воистину воскрес. Мы не верим, мы знаем, что Иисус воскрес. То, что делает Бог сегодня на земле в жизни верующих людей, исцеления, изгнания бесов, иные языки и многое другое, Бог делает это Духом Святым, который сейчас на земле. И эти все люди скажут, что истинно воскрес Иисус Христос, наш Господь. И вы можете иметь взаимоотношение с Духом Святым. Придите искренне к Богу, молите и покаяния, с верой в Иисуса Христа, в то, что Он сделал, и что Он воскрес на третий день. И Бог даст вам, исполнит Духом Своим, который будет вести вас в дальнейшей жизни и готовить к встрече с Богом Отцом и жизни в Царстве Божьем. Аминь. А сейчас я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа Святого, поставьте лайк, подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok